Столичный локомотив первым из российских клубов забронировал в четверг путевку групповой турнир Кубка УЕФА. Ответный поединок с норвежским Браном, казалось, не сулил каких-то проблем чемпиону России, но на деле все получилось куда сложнее. Репортаж Василия Вахетова. Победа в гостевом матче со счетом 2-1 вовсе не гарантировала московскому локомотиву спокойной жизни в ответном поединке у себя дома. Начавшаяся игра тут же подтвердила худшие опасения. Норвежцы сумели навязать локо открытый футбол. После того, как Бран провел несколько опасных атак, главный тренер локомотива Владимир Иштреков начал заметно нервничать. Игра на встречных курсах это как лотерея. Кому-то может повезти, а кому-то наоборот. Еще больше заволновался Иштреков, когда на 30-й минуте встречи в ворота норвежцев был назначен в пенальти и за полпоследней надежды удален вратарь. Тут бы и забить, но добровольный пенальти Слима сплоховал. Доман крепкий, что там показал нам, где раки Слима. Ну вот, сегодня надо было просто забить в бою, назову не получал. Более того, на последней минуте тайма гости открыли счет. Отличился МакКаллистер. Илока пришлось приложить сверхусилие, чтобы выровнять положение. Лосков воспользовался ошибкой норвежского вратаря, но судьба двухраундовой дуэли была еще не решена. Мы сами им позволили, дали почувствовать уверенность и дали им разыграться. Я считаю, что это наша вина. За последующие три минуты соперники успели обменяться любезностями. Мечи забили Миллер и Асатиани, но последнее слово осталось за локомотивом. Компенсированное арбитром время в точку поставил Демьяр Билли Леддинов. 3-2 в пользу действующего чемпиона России и он выходит в следующий раунд Кубка УЕФА. Василий Вахетов, Николай Жутник, Вести Спорт.